В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я. История». Ее автор Сергей Муравьев представляет цикл об улицах, площадях, домах, памятных местах старого Ярославля. И сегодня в кадре «Ярославские слободы». Ярославль, как и все древние русские города, начиная с XI века, рос и развивался благодаря слободам. Известны монастырские, стрелецкие, ямские, иноземные, а в городах ремесленные слободы. Каждое название четко определяло род и занятий слобожан, особенности той или иной местности. Например, Толчковская, Доилова, Коровницкая, Киселюха, Калашная, Ямская. С XI по XVII столетия жители временно освобождались от налогов, которые ложились на тяглое население города. Тягло с древнерусского как раз и означает «налоги и повинности». Предоставление таких льгот было одним из способов привлечь слободы производителей. Слобожане, освобождаясь от тягло, тем не менее, должны были нести повинность или службу в пользу владельца земли, на которой находилась слобода. Потому и процветали монастыри, имея под своим крылом десятки слобод. Богатело купечество, а значит и город, за счет слобод ремесленных. Тем не менее, в слободах до XVII века было свое самоуправление и даже внутреннее своеобразное налогообложение. Деньги шли на общие слободские нужды – строительство амбаров, копки колодцев, возведение храмов и так далее. Все изменилось после присоединения русских удельных княжеств к Москве. Слободские земли за городской чертой были включены в состав городского посада, а их население поверстанно в тягло с посадом в обче. В силу этого прилегающие к посаду слободы потеряли свою самостоятельность. Становится понятным полное отсутствие в документах от времен Ивана Грозного до Петра Великого указаний на существование в предместях многих ярославских слобод, таких как, например, Доилова слобода, что располагалась за Которслю недалеко от Кабардаковского, ныне Зеленцовского ручья, и принадлежала Спасо-Преображенскому монастырю, как и все земли вверх по течению Которсли до Пахмы. Рядом со знаменитым Петропавловским парком находилась Донская слобода с православным храмом иконы Божьей Матери Донской, построенным еще при первом владельце Ярославской большой мануфактуры Иване Затропезной. Существует две версии происхождения названия слободы. По одной Донской слобода стала в честь одноименного храма, по другой поселение основали казаки-переселенцы с Дона. Здесь же находится одно из самых старых ярославских погостов Донской кладбище, где похоронены тысячи и тысячи фабричных рабочих Ярославской большой мануфактуры и зареченские купцы. Раньше перед входом на кладбище стояла часовня. В 1935-м ее снесли, и в этом же году среди старых могил вырос памятник погибшим во время демонстраций 1895-1905 годов фабричным рабочим. К этим тревожным дням 1905 года и первой русской революции мы еще вернемся.